доброго времени суток сегодня я хочу вам показать укрепрайон ира и начнем магистрального входа в него он представляет из себя каньон находящийся у речки пирита вот этот ручеек мост сама река и наверно мало что видно надо каньон сейчас мы будем углубляться по этому ручейку прямо туда вот продолжаем движение видно что глубина здесь наверное метров 8 а то и все 10 слышно как живет ручеек двигаемся дальше здесь мы видим большую стеночку что она себе представляла сейчас не беру сказать сейчас она выглядит как плотина а там мы видим собственно вход вход или выход магистральный какой трудно сказать как он выглядел изначально был ли тут какой-то козырек и откуда взялась эта порода которая осыпалась на него попробуем взглянуть внутрь вот собственно магистральный вход видим что затоплен он чуть менее чем полностью конечно же надо пробраться посмотреть что можно сделать опасно тут капает сверху еще и наморозило скользковато надо это все пребывать сейчас попробую спуститься туда и снять что вообще возможно вот что я увидел здесь моего самой поверхности воды на сплошной туман стоит проход есть но сейчас я туда не пролезу тут идет сразу вода и свободного пространства может сантиметров 50 потолка до уровня воды видим что там есть какой-то проход если есть мыслу засоваться то сухое лето засуху конь дать будет пути по суше быть как не сюда выберусь ну да ладно пойдем тогда обратно ну вот еще раз отсюда с обхода видно что здесь нет известняка песчаник какой-то и наверху какая-то порода которая отваливается плиточка я не знаю как и называется может быть среди вас есть геологи при лучше в этом разбирается но так на глаз видно что это порода очень неустойчиво и очень хорошо дробится тем более размывается что и видно здесь идем обратно здесь мы видим шурф обозначен на сайте battle номером 3 но это условно конечно же мирование вот после долгих поисков мы его нашли сейчас попробуем спуститься и посмотреть что там вообще есть уже отсюда видно что виден один проход и виден второй проход за углом ну чтож спустимся посмотрим проход который идет к обрыву на север здесь стал агниты очень красивые да всего два прохода один ведущий на север или на северо-восток и этот южный попробуем смотреть я думаю сначала южный потом займемся вот это южный тоннель южная паттерна сейчас мы пойдем туда и посмотрим что что там есть тут очень скользко где капает сразу замерзает и видно оттуда идет пара еще видно что это все потихонечку обваливается отслаивается еще обваливаться приходится идти сгорбленном состоянии потолок очень низкий так ну вот пройдя метров двадцать да да мы видим идет понижение спуска низ сейчас будем туда спускаться только придется камеру выключить очень страшно здесь видно что камни держится на честном слове эти вот они уже провисает вниз держится скорее всего на глине наверно так что спускай сниз нужно как-то это делать очень аккуратно чтобы не задевать их все увидимся внизу вот мы спустились с риском для жизни и для здоровья и вот что мы здесь видим некоторые остатки крепи вода идет вовнутрь судя по течению здесь тепло если не знаю наверное плюсовая температура попробуем фонарик ярче сделать здесь наверное может быть даже плюс 5 или что-то около того вот наверху идет известняк а чуть ниже уже какая-то глина что-то в этом роде на какая-то мягкая порода и впереди слышится такой шум как будто там серьезный водопад и что-то в этом вроде но сейчас попробуем посмотреть что-то здесь тоже скользко имеются следы но не свежие видно здесь то ли смывала это все то ли изначально v-образный какой-то такой пол то ли может специально сток или просто на мыло за эти лет сто идти мягко и скользко без резиновых сапогов делать нечего в впереди настолько же интересно ждет отсюда это выглядит очень красиво второе что-то веревка на тянут при шаге и просто не спотнись на здесь уже как такой зал небольшие класс но это все я думаю это все обвалилась наверное но выглядит от все внушительно камера тетя не фокусируется у нас вероятно из-за тумана прозистоит пойти дальше так здесь мог раз осторожно те света хватает а не он дальше влажность стопроцентная фонарь пробивает просто белесое облако впереди угадываются какие-то очертания стен ну здесь паттерна немножко углубляется видим сбоку идет вода и собственно это тупик тупик вот идет вода нашла себе пути дальше сюда но видно что хоть вода прибывает но все равно куда-то уходит здесь небольшое количество воды есть но она мне кажется круглый год не меняется судя по всему а это все вода идет ниже куда она идет мы не знаем ну вот южный тоннель обрывается тупиком будем двигаться назад и посмотрим второй тоннель который идет севернее северо-восточнее поворачиваем назад возвращаясь назад можно услышать что как течет та вода которую я показывал сзади да вот там под ногами здесь тоже какой-то бурный поток который слышно может быть в метре под нами может поболее но вода бурлит вот собственно все выходим из этого тоннеля мы вылезли и снова смотрим на северный тоннель северный паттерн и сейчас будем туда спускаться туда валит пар там значит влажность наверное еще больше чем в предыдущем тоннеле вот пролазим пришлось немножко согнуться что пролезть снять портфель потому что очень низкий вход но зато отсюда уже видно что здесь будет немножко я думаю поинтереснее пройти можно немного подальше видно границу пара тумана если держаться ниже то объектив не запотеет будем двигаться дальше ну вот отошли метров наверное 30 40 от входа опа вот она летает одна просто пока я шел я все удивлялся почему здесь нет летучих мышей условия в принципе идеальные тихо спокойно влажно и тепло не видели ни одной и вот сейчас буквально в ваших глазах я увидел одну ну ладно будем знать что здесь они тоже есть так двигаемся дальше в ту сторону видны остатки крепи уже сгнившие и идем дальше ну вот прошли больше половины путей слишком бурлит вода течение идет к выходу я думаю тут уже видно что недалеко собственно осталось еще может метров двадцать двадцать пять будет тупик пройдем до конца вот дошли до этого мниума тупика это оказался совсем не тупик или это нет на шурш не похоже это проход вперед просто он засыпанный и собственно сам проход завалила и открыла проход наверху за счет этого попробуем туда пролезть мне кажется там шумит вода мне кажется пройти можно дальше попробуем так ну вот мы поднялись и здесь ждет сюрприз узкая щель и придется пролазить прямо на пузе впереди шумит вода портфели оставляем здесь дальше лезем на пузе вот так вот мы и пролазим видно что щель очень узкая приходится преодолевать ее буквально ползком ну да давай давай все и что мы здесь видим в общем то да самый тральный тут ик но это стоило того здесь не слабый водопадик для наших широт вот 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 подожди подожди смотри что это да я думаю что это все таки вода наверное так промыло не похоже что туда там был проход куда-то сейчас пойдем посмотрим в другую сторону вот вот куда нам лезть обратно это наверное шурф я так понимаю засыпанный сверху туда кроме болел с потолка ну вот собственно вот второй тупик я думаю это почти все что можно так ну что что интересно в этой системе попробуем найти еще второй ход система который но всяк случай начали пробивать он идет со стороны обрыва стороны моря попробуем его найти сегодня а тут я думаю все я обратно да вот найден этот выход который в торце обрыва видно что он идет буквально метров 5-7 вглубь и заканчивая с тупиком для приличия конечно сейчас туда слазе и посмотрю что там есть вот так вот это все выглядит изнутри небольшой каменный закуток собственно можно сказать что это просто отмечено место где он начинался бы потому что я думаю пять метров глубину и не может считаться каким-то ходом просто будем считать что это зарубка наверно здесь наверху лежит какая-то слезобетонная плита подпертая другой плитой может быть советское время здесь хотели что-то сделать сейчас мы уже этого не узнаем внизу лежит мусор тоже скорее советского времени различные обломки и мусор вот и все собственно на этом маленькое исследование системы иру я заканчиваю больше тут смотреть не на что возможно есть еще какие-то открытые шурфов которые я даже спуститься не смогу потому что там вероятнее всего понадобится какое-то альпинистское снаряжение и навыки которыми я не обладаю так что на этом я со своей стороны могу поставить жирную точку надеюсь вам понравилось сейчас я думаю можно прощаться до следующих встреч здания